Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Сергеевич Пустовой. В сегодняшнем видео уроке я познакомлю вас с возможностями 3D моделирования в системе AutoCAD. Перед тем, как мы начнем, мы должны, само собой, выбрать создать ACAD, без шаблона метрические, включаем сетку F7. И перед тем, как непосредственно начать 3D модель, необходимо переключиться в рабочем пространстве. Здесь, внизу, в строке состояния, есть переключатель. Называется он переключение рабочего пространства. Обязательно нужно переключиться в пространство 3D моделирования. Классический AutoCAD в данном случае нам не очень поможет при создании 3D модели на только 3D моделирование. Переключились. Затем, перед тем, как начать создавать 3D модель, нужно выбрать соответствующий вид. Сейчас у нас стоит с вами как вид сверху. Для этого в панели навигации выбираем видовой куб или ViewCube. Здесь, вверху, в меню визуализация, слева есть такая опция виды, которая называется. Нас интересует ЮЗ-изометрия, Юго-Западная изометрия. Выбираем ее. Выбрали. Вот мы видим перед собой как бы наше рабочее пространство, но как бы мы смотрим на него сбоку. И видим как бы нашу деталь, будущую деталь как бы в аксонометрии. То есть, X, Y и Z. Три основные координаты, а именно длина, ширина и высота. Теперь, про проще пространство мы с вами видим. Мы можем тут как бы приближать, так и отдалять, чтобы начать что-то строить. Значит, мы будем строить с вами сегодня ту же деталь, которую мы строили с вами на предыдущем видеоуроке. Но мы с вами строили именно плоский чертеж при помощи обычных графических примитивов. Отрезков, окружностей, дух, прямых и так далее. Сегодня же мы с вами попробуем в этом видеоуроке создать 3D модель данной детали. И с этой уже 3D модель сразу же получить готовый чертеж. Не прибегая к дополнительным построениям. Как мы это сделаем с вами? Для этого мы. Ну, перед тем как получить чертеж с 3D модели, эту 3D модель надо сначала создать. Итак, смотрим на нашу деталь. Как я уже в предыдущем уроке рассказывал, чтобы начать чертить деталь, нужно определиться с ее главным видом. Это раз. А второе, мысленно проанализировать форму данной детали. То есть, из каких составных частей она состоит. Из каких форм. То есть, в данном случае я вижу, что у нас имеется основание. Нижнее основание длиной 100 на 50 мм, которое имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Верхнее основание, которое тоже имеет форму прямоугольного параллелепипеда. Длиной 60 мм, ширину 50 мм. Также имеются два боковых ребра, которые тоже имеют форму прямоугольного параллелепипеда. Но они, так сказать, скошены. Они имеют такую наклонную плоскость. Такое наклонное ребро. Но, тем не менее, они тоже прямоугольные параллелепипеды. И остается у нас по центру две окружности. Два полукруга. Радиус 10 и радиус 25. Они имеют форму как бы цилиндров. То есть, они круглые. Цилиндры радиус 25 и цилиндры радиусом 10. Сейчас мы это все попробуем с вами применить на практике. То есть, вот этот наш анализ форм. Что мы для начала делаем? Мы для начала вверху. Мы обязательно выбираем рабочее пространство 3D моделирования. Выбираем ящик. Создание твердотельного параллелепипеда. Выбрали. Теперь мы указываем первый угол или. Начнем с точки 0,0. 0. 0. Табуляция 0. Enter. И задаем длину. Длина у нас 100. А ширина у нас будет 50. Теперь мы задаем с вами высоту. Высота у нас будет 10 миллиметров. Вот мы получили вот такое нижнее основание. Для того, чтобы наглядно увидеть, что у нас получилось, а не вот такой 2D каркас. Для этого вверху, там где вкладка вид, я переключаю 2D каркас на концептуальное изображение. На концептуальный вид. Так у нас будет более наглядно видно, что мы, собственно, делаем с вами. То есть, вот мы пока сделали вот такое нижнее основание в форме прямоугольного параллелепипеда. Затем смотрим снова нашу деталь. Начинаем строить прямоугольный параллелепипед длиной 60 на 50. Опять же, вызываем команду ящик. Здесь же. Выбираем здесь нашу поверхность. Нужно правильно выбрать координаты здесь. Значит, нам нужно от вот этого вот угла нашего отступить где-то по X на 20 миллиметров. А по Y, вернее, по Z на 0 миллиметров. Нажимаем Enter. И создаем вот такое вот, скажем так, основание нашего параллелепипеда. Длиною 60 и шириною 50. Шириною 50. Enter. А высота у нас будет этого параллелепипеда 50. Enter. Вот мы и создали. Вот у нас получилось второе тело. А именно прямоугольный параллелепипед. Дальше смотрим на нашу деталь. Дальше нам необходимо создать два ребра. Два боковых ребра жесткости. Которые имеют, так сказать, наклонную поверхность. Как мы это сделаем? Опять же, вызываем команду ящик. Выбираем вот эту поверхность. И от этой точки начинаем строить наш ящик. Ну, наш параллелепипед. Задаем длину 20. А вот ширину задаем 10. Нажимаем Enter. И поднимаемся на высоту 50. Enter. Получили. Теперь нам надо построить скос. То есть, вот такую вот, как бы, срезанную поверхность нашу. Для этого мы должны вызвать команду полилиния. В командной строке вызываем полилинию при помощи клавиатуры. Пишем P-линия. Это значит, что полилиния. Вызвали полилинию. Начнем мы от этой поверхности. От этой точки. Затем мы строим до этой точки. На всякий случай включим режим орто, ортогонального черчения. Вниз опустимся на 20 миллиметров. Отключим ортогональное черчение. И соединимся с начальной точкой, откуда мы начали построение. Enter. Вот у нас получилась полилиния. Она у нас образует единое целое. Она у нас замкнута. Теперь мы вверху слева, параллельно с ящиком, выбираем команду выдавить. Выбираем нашу полилинию. Именно полилинию, не тело, не параллельный бибит, а именно саму полилинию. Нажимаем Enter. И вправо ведем как можно дальше на произвольное расстояние. Нажимаем Enter. Теперь нам необходимо вычесть одно тело из другого. Для этого вверху здесь, во вкладке редактирования тела, есть такая команда, которая называется тело вычитания. Выбираем тело, из которого мы будем вычитать. В данном случае мы вычитаем из этого параллелепипеда. Выбрали, нажали Enter. Затем мы выбираем то, что мы будем вычитать. А в данном случае вот это тело. Выбрали его, нажали Enter. Вот у нас получился вот такое вот ребро жесткости. Затем нам это ребро жесткости нужно перенести на другую сторону. Мы можем по аналогии создать такое же ребро жесткости, как мы только что с вами сделали. А можем себе упростить задачу. Для того, чтобы сделать как можно быстрее и попроще, мы берем в редактировании, выбираем команду зеркальное отображение или отразить зеркально. Выбираем наше тело, нажимаем Enter. Выбираем теперь как бы ось симметрии. Ну, в данном случае это будет середина этой детали и середина вот этой детали. По серединке в аккурат. Здесь. Удалить исходные объекты? Нет. Не нужно удалять? Нет. Теперь мы можем здесь, опять же, при помощи видового куба развернуть и увидеть, что у нас получилось такое же второе ребро жесткости. Но времени на его построение ушло поменьше. Далее. Что необходимо нам сделать? Снова вернемся в юго-западную изометрию, нажав на вот этот вот домик вверху. Нам надо не... У нас сейчас деталь представляет собой совокупность отдельных тел. Нам надо взять это все и объединить. Как это сделать? Для этого мы берем вверху, здесь вот, там где тело вычитания, выше находится команда телообъединения. Выбираем эту команду, выбираем все наши тела, а именно нижнее основание, верхнее, одно ребро жесткости, второе ребро жесткости и нажимаем Enter. Теперь наша деталь стала как единым целым. Теперь у нас нету каждого тела по отдельности. Это мы выполнили с вами. Теперь здесь смотрим. Нам необходимо теперь построить два полукруга. Радиусом 25, который проходит в глубину деталей 25 мм. И радиусом 10 мм, который насквозь проходит. Для этого мы здесь слева, параллельно с ящиком, нажимаем на стрелочку и видим, что здесь другие тела предлагаются. Цилиндр, конус, сфера, пирамида и так далее. Нас интересует цилиндр. Наводимся на эту поверхность, которая нас интересует и ищем вот здесь посередине привязку середина. Нажимаем на нее, строим цилиндр диаметром 25, за клавиатурой 25 задаем. И продвигаем его вглубь на 25 мм. Enter. Нажали. Теперь мы берем с вами, опять же, команда тело вычитания. Выбираем одно тело, из которого мы будем вычитать. Нажимаем Enter. И то тело, из которое мы вычтем. Вот это в данном случае. Enter. Сделали. Снова возвращаемся к команде цилиндр. И указываем поверхность, на которой мы его будем строить. В данном случае вот эта поверхность, которая у нас образовалась. За счет того, что мы прорезали в глубину нашу деталь на 25 мм. Выбираем середину. Радиус 10. Встроим цилиндр. И дальше, опять же, команда тело вычитания. Из чего? Из вот этого тела нажимаем Enter. Что? Вот это тело. Enter. Вот наша деталь практически полностью построена. Мы можем при помощи видового куба посмотреть на нее с разных сторон. Например, мы можем спереди на нее посмотреть. Мы можем посмотреть на нее сверху. Или же можем посмотреть на нее слева. Вернемся в юго-западную изометрию. Но, нас интересует в данном случае, как нам с этой детали, как нам с этой 3D модели получить чертеж. Как же нам это сделать? Для того, чтобы с 3D модели получить чертеж, нужно первое, что сделать, это внизу, в правом нижнем углу, есть вкладка «Лист 1». Заходим в нее. Видовой экран, который здесь у нас есть, мы удаляем просто. У нас перед нами предстает такой чистый лист. Чистый лист, который есть перед нами. По умолчанию, этот лист у нас задан в формате А4. Но мы можем это взять и изменить. Как мы это можем изменить? Для этого, здесь в меню, мы выбираем «Печать». «Печать». Здесь мы должны задать принтер, или просто можем задать параметры листа. Значит, принтер, по умолчанию, тут принтера нет. Надо хотя бы поставить какой-нибудь Microsoft Print to PDF. Вот. Ставим его. Все равно у нас он лист форматом А4. Ниже есть такая графа, называется «Формат». Он стоит А4. Мы можем это изменить. Поставить А3. И внизу выбрать «Применить к листу». Нажимаем «Ок». Или даже не «Ок», можем «Отменно» нажать. У нас теперь лист стал как лист именно формата А3. Теперь, что мы должны сделать дальше? Мы должны в этот наш лист формата А3 вставить наш блок А3.ruгост. Как мы это сейчас сделаем с вами? Вверху, справа, есть вставка. Нажимаем на «Вставка». Видим все тоже знакомое нам меню «Вставка блоков». Нажимаем «Обзор». Выбираем нужный нам блок А3.ruгост образец. Нажимаем «Открыть». «Ок». Но мы его не будем вставлять по координатам 0,0. Здесь нужно уже вручную нам выставлять его, потому что тут, к сожалению, у нас оно не совпадет 0,0. Надо здесь как можно точнее постараться прицелиться и поставить лист в нужном направлении. Ну, где-нибудь вот здесь. Нажали мышкой. Вот мы получили с вами лист А3. Ну, уже в, так сказать, пространстве листа. Тут же точно так же мы берем, включаем с лица линии. Вот. Теперь у нас оно выглядит именно все как лист. И вот в этот наш лист формата А3 мы сейчас вставим чертеж с 3D-модели. Как мы это сделаем? Вверху есть у нас такая вкладка, которая называется «Лист». Нажимаем на нее. Вот она у нас. Выбираем здесь «Базовый». «Создать вид базовый» из пространства модели. У нас в данном случае мы нашу 3D-модель создавали в автокаде, поэтому мы выбираем из пространства модели. Вот мы с вами сейчас видим фантомное изображение нашего будущего вида. И вот мы спереди где-нибудь разместим вот здесь. Тут ставим, нажимаем Enter. Дальше мышкой плавненько ведем вниз и размещаем вид сверху. Вот здесь где-нибудь. А затем мы мышкой берем и перемещаем плавно вправо. Сейчас мы получим вид слева. Здесь. И параллельно можем создать еще аксонометрию. Нашей детали. Где-нибудь вот здесь ее разместим. Просто для наглядности. Нажимаем Enter. Вот мы с вами получили готовый вид. Готовый вид, который мы, так сказать, получили с 3D-модели. Не прибегая к построению классическим способом. Все те же типы линий. Все то, что, собственно, мы с вами строили в обычном пространстве модели. В предыдущем задании. Теперь нам надо этот вид взять и оформить его в соответствии с правилами ESKD. То есть линии должны быть где-то толстые, где-то должны быть осевые линии. Размеры должны быть проставлены в соответствующем размерном стиле. Теперь мы смотрим. Мне надо сделать так, чтобы линии толстые были именно толстые линии соответствующей толщины. Для этого я переключаюсь я здесь в главную. Включаю слои. Поскольку я создал 3D-модель, у меня тут появились новые слои. МД-видимые и МД-скрытые линии. Я могу настроить МД-видимые линии, так как мне не об этом нужно. МД-видимые. Я захожу в диспетчер слоев. И тип линии меня устраивает, а вот вес линии 0.5 меня не устраивает. Я его меняю на 0.9. Нажимаем ОК. И у меня все сразу изменилось. А теперь толстые линии стали именно толстыми. Далее. Начинаем, так сказать, потихоньку оформлять наш чертеж. В соответствии с ЕСКД. Выбираем слой. Осевые линии. Здесь же в главной ищем команду отрезок. Вот она у нас. И начинаем строить отрезок. Один отрезок строим. Второй отрезок строим как осевую линию здесь. Здесь и вот здесь. На виде сверху построим осевую линию. Тут. Escape. И на 5 мм за пределы контура выйдем. И дальше ставим размеры. Значит, размеры находятся во вкладке аннотации. Но надо переключаться из стандарта на ГОСТ. Это в тексте. И в размерах из ISO 25 переключиться на ГОСТ с полкой. Переключились. Находим здесь внизу размеры. Линейные. Давайте начнем с линейных. И начинаем их потихоньку проставлять. Видите, я забыл переключиться на слой размеры. Для этого я возвращаюсь в главную. Ставлю слой размеры. Выбираю этот размер. И его уже исправляю в размерах. Теперь у меня слой по умолчанию стоит размеры. Я его сейчас возьму и применю для того, чтобы остальные размеры понаносить. Снова заходим в аннотации. Опять же, линейный размер. Здесь ставим размер. Тут. Тут длину поставим. Можем сейчас применить радиальные размеры радиусов. Выбираем нашу одну окружность. И вторую окружность. Можем подровнять вот так размеры объектное отслеживание. Вот здесь включается, когда мы вот так вот с конечную точку с конечной точкой совмещаем. Линейный размер снова ставим здесь. И можем поставить здесь линейные размеры. А именно длину нашего ребра. 10 и высоту 60. Общую высоту 60 миллиметров. А это изображение мы можем просто подвинуть в сторону. Для наглядности, чтобы видеть, что у нас, собственно, получилось. Вот у нас получилось с готовой 3D модели вот такой вот готовый ассоциативный чертеж. Теперь, как подписывать? По аналогии с тем, как мы делали в предыдущих с вами заданиях, мы заходим на главную. Даже не на главную. Заходим в аннотации. Выбираем однострочный текст. Выбираем здесь. Начинаем с того, кто чертеж выполнил, кто его проверил. Высоту задаем 3,5. 3.5. Enter. Угол поворота 0. Начинаем писать фамилию. Enter. Enter. Но перед этим надо же не забывать переключаться в слоях. Уже слой не размеры, а надпись «Тонкие линии». Затем, снова выбираем слой, надпись «Тонкие линии». Возвращаемся в аннотации. Снова однострочный текст. Вместо «Произвольно» выбираем 3,5. Enter. Угол поворота 0. Enter. Пишем фамилию преподавателя. Если что, мы можем все подровнять. И дописываем здесь. Теперь подписываем чертеж здесь. В графе «Обозначение». Снова однострочный текст. Где-нибудь здесь указываем место. Высоту задаем теперь 7. Угол поворота 0. Пишем наименование детали. Корпус. Enter. Только слой уже надо поменять будет на надпись «Толстые линии». Оставляем слой надпись «Толстые линии». Дальше он нам понадобится. Снова аннотации. Снова однострочный текст. Указываем место. Высота 7. Enter. Ну, в аборт 0. Enter. Пишем вариант 30. Дальше пишем масштаб. Снова однострочный текст. Высоту можем поставить 5. Тут же прямо место указываем здесь. Enter. Enter. 1. К 1. Enter. Готово. И указываем группу свою. Высота 5. Ну, в аборт 0. Enter. Пишем 141-191 или 3. Пробел. И факультет указываем. Enter. Enter. Можно вот так сместить его. Показываем. Показать до границ. И можем наблюдать за тем, что у нас получилось. Как видите, с 3D моделей чертеж, как по мне, создавать намного, конечно же, быстрее, чем делать все это вручную при помощи обычных графических примитивов. Когда вы уже все сделали, точно так же заходите в меню, сохранить как и сохраняйте свой чертеж у себя где-то на жестком диске в компьютере, на отдельной папке. Я надеюсь, что данный видеоурок был для вас полезен. И все то, что я вам здесь показал, вы примените у себя непосредственно в ваших заданиях. На этом все. Благодарю за внимание.